Девчонки, всем привет! Перед началом видео хотела вам рассказать про канал, на который наткнулся совсем недавно, но он меня прямо-таки зацепил. Канал Юлия Милан. Она ведет интересный влог о своей жизни в Италии, о путешествиях со своей семьей. Все это она снимает на видео. Также на канале Юлия можно найти интересные видео о прическах, макияже, покупках и парфюме, обзоре косметики и даже интересные рецепты. Ссылочку на канал Юлия я оставлю в описании под видео. Ну а мы давайте начнем. Сегодня мы будем делать маникюр на правой руке. И перед началом я хочу показать вам свой аппарат. И хочу показать вот такую волшебную кнопочку. Форвард и реверс. Это положение, которое меняет вращение фрезы. Форвард это когда фреза крутится по часовой стрелке. Реверс это когда фреза крутится против часовой стрелки. То есть как реверсивное движение, обратное движение. На некоторых аппаратах я встречала обозначение форвард и вместо реверса лефт. Итак, мы включаем аппарат. Если обычное, когда мы держим ручку аппарата в правой руке, мы работаем в режиме форварда. И вот как у нас идет фреза, если мы включенный аппарат прикладываем к руке. Сегодня мы будем работать в положении реверса, чтобы фреза у нас вращалась в обратную сторону. То есть против часовой стрелки. То есть как бы в левую сторону. Это нужно для того, чтобы гель-лак у нас, то есть как бы против него, чтобы он счищался хорошо. Хорошо. Начинаю снимать я. Аккуратненько придерживаю. Первое, что хочу сказать. Для того, чтобы качественно выполнить себе снятие на правой руке, обязательно найдите точку опоры. В принципе, как и везде. И большим пальчиком всегда помогайте, придерживайте себе. Отодвигайте максимальные валики. Зачищаю я сначала центральную часть, как всегда. Потом зачищаю правую часть. Далее зачищаю серединку. И аккуратненько вот этот бачок тяжело проработать. Я облокачиваюсь на пылесос и немного руку отодвигаю, чтобы достать в труднодоступных местах. И потом аккуратненько убираю длину. Фрезу обязательно держу под наклоном, чтобы она не отбивалась об ноготь. По такой же технологии снимаю все оставшиеся пальчики. Огрубевшая кожа у меня на пальчиках. И очень долго я носила свой маникюр именно на правой руке, чтобы отрастить, чтобы показать наглядно, как нужно все-таки обрабатывать себе. Итак, покажу сегодня на двух пальчиках. На большом и на указательном. Большой палец на самом деле самый простой, потому что указательным пальцем мы можем отодвигать кутикулу. То есть, почему сложно делать маникюр себе на правой руке? Потому что, во-первых, мы плохо владеем левой рукой. А во-вторых, мы не можем отодвигать себе кутикулу. То есть, нужно очень аккуратно и, самое главное, без нажима на фрезу работать вот в таких положениях, как я показываю. И не прыгайте с места на место никогда. То есть, сначала обрабатываем правый валик, если вот смотреть так по отношению ко мне. Потом обрабатываем центральную часть, потом обрабатываем левый валик. Указательный пальчик я начинаю обрабатывать вот так. Переворачиваю ручку. Большим пальчиком я отодвигаю кутикулу, обрабатываю конец. Опять облокачиваюсь на пылесос или на стол, если у вас нет пылесоса. И таким способом вы отодвигаете, как бы открываете кармашки. Конечно же, заранее я все пушером или апельсиновой палочкой, как вам удобнее, кутикулу отделила от ногтя. Щечкой фрезы вычищаем постепенно весь птеригий и подкутикульное пространство. Вот приблизительно такой результат у нас получился. Кстати, девчонки, кто спрашивал, какие ножнички, у меня Мерц 1355. Эта модель мне очень нравится. Она острая, удобная, тоненькие кончики, хорошо подлезает под кутикулу. В общем, я ими очень довольна. Ножницы, конечно же, покупаю сразу с ручной заточкой. А потом, когда они тупятся от стерилизации и дезинфекции, я их отношу. Ну и, естественно, от использования. Кутикулу обрезаю, как обычно. В принципе, ничего сложного. Только никогда у меня почему-то на правой руке не получается обрезать ее колбаской. Почему-то, когда я это видео снимала, потом я пересматривала это видео, очень страшно смотрится, как я срезаю себе кутикулу. Но на самом деле она очень сильно выросла. Просто это не совсем заметно. Но на себе-то я чувствую, что я делаю. Поэтому практиковалась я раньше всегда только на себе. Все материалы я тоже использую только на себе и потом только на клиенте. После того, как вы выполняете срез ножничками, всегда, обязательно, обязательно мы шлифуем кутикулу. Никогда мы сразу не приступаем к дальнейшему покрытию ногтей. Шлифую я кутикулу так. Так же, как и делаю маникюр, только сначала прохожусь под кутикулой, потом сверху и переворачиваю пальчики. В принципе, здесь даже не нужно ничего объяснять. Все, я думаю, видно на экране. Все материалы, которые я использовала в этом видео, я заказывала с сайта имкосметик. Кстати, девчонки, с 18 по 24 числа на эти гель-лаки и базы и топы будет акция. Три покупаете и один получаете в подарок. Девчонки, когда у вас вы гладите в одном направлении, и вы не можете убрать какую-то определенную заусеночку под ногтем, попробуйте в другую сторону фрезу повести. Повторяю, мы сейчас с вами работали на реверсе, ну или у кого-то это лэфт. Вот такой маникюрчик чистенький у нас получился. Сегодня будем использовать базу от Близ. Она жидковатая и подойдет для крепких ногтей. Не скажу, что я бы ее нанесла на очень тонкие и ломкие ногти. Хотя, это, кстати, каучуковая база. Это, наверное, самая жидкая каучуковая база, которую я встречала. Но, кстати, она неплохо выравнивается. Так как она жидкая, советую наносить такую базу исключительно только по одному ногтю. То есть, мы, как всегда, нанесли скользящий слой и выровняли базой. Выравниваю я всегда на правой руке себе только тоненькой кисточкой. Потому что, если толстой кисточкой выравнивать, у меня рука дрожит, трясется. Я все руки облокачиваю на стол, чтобы у меня никуда ничего не потекло. Вот такая архитектурка у нас сегодня получилась. Ну, а мы приступим к покрытию. Основной цвет у нас будет 0,73. Такой безумно красивый темно-синий цвет с блестками. Когда я открыла флакончик, все-таки я заказываю на сайте. И, конечно же, не передает всей красоты. Гель-лак очень клево блестит. Еще кто давно наблюдает за моим каналом, видели, что у меня достаточно много гель-лаков. Этой торговой марки. Мне они очень нравятся, потому что у них средняя консистенция. Не жидкая, не густая. И даже если гель-лак вроде бы начинаешь красить первый слой, кажется, что он какой-то не особо плотный, то вторым слоем всегда все выравнивается. У меня есть всего лишь парочка цветов, которые ложатся в три слоя. Все остальные в два и некоторые даже в один. На самом деле свечение безумное. Оно идет откуда-то изнутри. Взяла я этот гель-лак, потому что сегодня мы будем делать дизайн к Хэллоуину. Очень интересный. И этот лак напоминает мне ночное небо, осеннее. После второго слоя я аккуратно прокрашиваю под кутикулой и боковыми валиками. Еще будем использовать цвет под номером 0.53, 0.1 и кошачий глаз 0.05. Желтым цветом рисуем луну. Здесь ничего сложного. Рисуем полукруг просто и закрашиваем. Кстати, плотность цвета отлично видна. Я желтым цветом прикрываю синий спокойно в один слой. И еще девчонке хотела рассказать, не знаю, секрет, не секрет, но когда я рисую на клиенте или на себе какой-то дизайн, то есть, например, у меня дизайн сегодня на указательном пальчике, всегда я все остальные ногти, они у меня уже перекрыты топом. Потому что, наверное, если вы этого не делаете, очень у многих такое бывало, что клиентка где-то вляпается, или откуда-то берутся какие-то немыслимые волосы, откуда они берутся вообще непонятно. Некоторые мои клиентки шутят, что это гномики, их сыпят там сверху в лампе. В общем, у всех мастеров свои фантазии, свои прикольчики. Поделитесь, кстати, если у вас есть какие-то такие же приколы, потому что клиенты очень часто своими выражениями повергают нас просто в шок. Итак, ну а мы тем временем просушили, сделали обводку, такое некоторое свечение на луне. Это желтый смешанный с топом. Просушили и потом рисуем черным смешанным с топом кратеры. Розовым кошачьим глазом я рисую такие еле заметные небольшие звездочки. Просто из точки вывожу 4 луча и все. Потом прикладываю магнитик, чтобы на них был такой как блик. Просушили в лампе и теперь черным гель-лаком, кстати, он у Близ очень плотный, я им пользуюсь постоянно. Мне очень нравится его консистенция, он ни жидкий, ни густой. Ложится в два слоя и никогда не кукошится в лампе. Просушили мы наше дерево и теперь рисуем кошечку. Будет у нас кошечка на фоне луны. Кошка, конечно, самая примитивная. Вы должны понимать, что сейчас я рисую левой рукой, изгаляюсь как могу, не знаю, как это у меня получается. Честно, это, наверное, просто практика, практика, практика. Просто ставлю точку и я еще раз повторюсь, наверное, что самое главное, чтобы у ваших рук была опора. То есть сейчас правая рука у меня лежит на пылесосе, а левая упирается в правую руку. Ну вот такие сегодня ноготочки у меня получились. Дизайн к Хэллоуину тоже простенький. Нарисовать его сможет кто угодно. Если вам понравился этот урок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите, кстати, на мою страничку в инстаграм. Там очень много интересных дизайнов. Я уверена, вы найдете что-нибудь полезное для себя. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok